Автомобильная промышленность, строительный бизнес и многое другое. Всего около 30 предприятий с общегодовой выручкой примерно в 7 миллиардов рублей. Ставровский индустриальный парк посетил первый заместитель губернатора области по промышленности, экономике и сельскому хозяйству. Александр Емиго осмотрел производственные площадки, среди которых и предприятия по производству нагревательных элементов. Они используются в медицине, железнодорожной и космической промышленности, а также при производстве кондиционеров. Гендиректор заверяет, что расширение производства планируется в пределах области. Самое важное и главное в пределах Владимирской области. Наше производство находится только в Владимирской области и в будущем мы планируем развиваться здесь, на Владимирской области. Но вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь, поддержку. Индустриальный парк Ставрова начал свою работу в 2006-м на базе градообразующего предприятия. Порядка трех десятков крупных, средних и мелких предприятий занимаются производством электрооборудования, мебели, медицинской техники, инвалидных колясок и многого другого. Всего здесь работает более полутора тысяч человек. Среди них и Михаил. На предприятии по производству нагревателей он устроился несколько месяцев назад и нисколько не жалеет об этом. Работаю недавно. Ну так легко, нормально все. Как везде. Работа, она и есть работа. А вот ваша работа, куда вы минуты сдают? Заворачивать вот эти вот бублики автоматизированные. А для чего они? Ну, это обогреватели. Среди резидентов и предприятия по производству промышленного пластика. Всего на нем задействовано 36 человек. Производство круглосуточное, в четыре смены, рассказал руководитель местного подразделения фирмы. При этом продукция поставляется не только в пределах России. На территории региона кому поставляете? Есть будет? Значит, наша продукция отгружается по всему центральному региону России, а также за границу. За границу мы отсюда отгружаем, как правило, Финляндия, Латвия, Беларусь, Украина, Молдова, ну и другие страны, в основном европейские. Благодаря поддержке областной администрации Ставровский индустриальный парк принял участие в национальном проекте развития малого и среднего предпринимательства во Владимирской области. Субсидия на расширение производств превышает 1 миллиард рублей. В рамках национального проекта мы строим новый производственный корпус 37 419 квадратных метров. Проект рассчитан на два года. В этом году, в декабре 2020 года, мы сдадим в эксплуатацию первую часть, это 132 метра на 72, это более 9,5 тысяч квадратных метров. И оставшись в производственной площади, мы сдадим в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. В совокупности по всему проекту, по вот этим выделенным средствам, порядка 36 гектар планируется застроить. Да, это те мощности, на которые придут новые предприятия, новые наши инвесторы. На этом останавливаться Ставрова не собирается, да, они планируют двигаться дальше. Еще дополнительно застраивать в ближайшей перспективе порядка 21 гектар. Это самые такие минимальные, минимальные, в общем-то, планы по развитию. Всего же, благодаря реализации нацпроекта к 2024 году, в Ставрово планируется создать не менее трех сотен новых рабочих мест. А это увеличение налоговых поступлений в бюджет. Несомненный плюс для всей Владимирской области. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6-й канал.